Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. У нас сегодня роллы, которых никогда не было на моем канале. Наконец-то я нашла интересные роллы. Не знаю, насколько они вкусные. Точнее, это суши. Обычно мы роллы называем сушими, но на самом деле суши это вот эти вот. Ну, мы просто уже так привыкли, поэтому это привычка. Давайте приступим. Если вы тоже кушаете, то приятного вам аппетита. Если вы до сих пор не подписаны, то не забывайте подписываться на мой канал. И сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, как всегда, кушать эти замечательные роллы. И будем с вами беседовать. Так, с чего начнем? Давайте вот с шапочкой. Филадельфия шапочка. Я, честно, такое вижу впервые. Рыбка, конечно, очень тонко нарезана, но думаю, что все равно будет вкусно. Вкусно. Эти роллы стоят где-то в два раза дороже, чем обычные, которые я заказываю всегда. Но решила попробовать сильно. Сильно ли отличаются? Стоит ли брать эти? Много вопросов было в комментариях касательно того, что я в конце решила. Стоит ли покупать квартиру или нет? Вот. Помните, я даже вам влог снимала, показывала квартиру, которую я хочу купить. Вторая квартира, так скажем. И сначала, если честно, я очень сильно загорелась. Думаю, все надо брать. Но потом... Я немножко обдумала все за и против. В любом случае. Там, на этом месте, с правой стороны, строят еще два здания. Точнее, через годик второй будут строить эти здания. То есть, есть все это в плане. Поэтому, если я передумаю, например, через год, я опять же могу вернуться и взять там все-таки квартиру. А вариантов, новостроек очень много, на самом деле. И хотелось бы чуть-чуть поближе к городу. Не прямо в центре города, но как можно ближе к городу. Костик. Поэтому я просто решила не торопиться. Ничего страшного. Еще подкоплю денег. Еще подумаю. Буду рассматривать разные варианты. Буду на... Быстро-быстро сломя голову, идти покупать квартиру. Сейчас, если честно, я особо смысла не вижу. В любом случае, квартира у меня есть. А эта квартира должна быть 100% мне по душе. Потому что в последнее время и дела у меня идут хорошо, и с личной жизнью все складывается. То есть, в последнее время... Вот некоторые пишут в комментариях, айк, это какая-то грустная, ничего подобного. Мне кажется, в последнее время я просто безумно счастлива. У меня все в жизни идет так, как я хочу. Наконец-то все эти моменты разрешились. Этот хвостик, конечно, мешает. Так что в последнее время в жизни просто все начало налаживаться. Если вы давно следите за моим каналом, наверняка помните сложный период в моей жизни. Это был конец 2022 года. Сложный этап, тяжелый разрыв. И вы знаете, этот период очень сильно замкнула себе. Вот тогда я поняла, что есть люди, которые работают с тем, чтобы навести порядок у тебя в голове и помочь пережить тяжелые эмоциональные моменты. Нельзя ни в коем случае недооценивать свою душевную боль. Также нельзя недооценивать свои душевные переживания или перекладывать ответственность на близких подруг. С этим должны работать только вы и ваш психотерапевт. Я реально долго не верила, что в этот период мне может помочь психолог. Но после прохождения сессии я была, честно, просто в шоке. Это реально очень помогло мне разобраться в себе и сделать выводы. Не нужно обладать каким-то страшным недугом, чтобы начать терапию. Любые наши проблемы не стоит недооценивать. Я лично осталась очень довольна и смогла перейти на новый этап в своей жизни. Помочь справиться с переживанием проще с профильным специалистом. А его можно подобрать в крупнейшем сервисе психотерапии, ясно. Преимущество онлайн-сессии с психологом заключается в том, что его можно проходить в любой точке мира с помощью любого гаджета. Главное, просто стабильная связь. Сейчас на платформе более 260 тысяч активных клиентов. И этот показатель говорит только о доверии людей. Наясно большой выбор психологов, из которых вы можете найти своего. Указав ваши запросы и пожелания. Всегда есть возможность сменить специалиста, если он не подошел. Также хотела отметить, что все сессии с психологом проходят на собственной платформе, ясно. И даже при большом желании технически поснять процесс невозможно. Выбирайте себя и свое ментальное здоровье. Специально для моих подписчиков вы получаете скидку 20% на первую сессию при регистрации. Не забудьте воспользоваться. Ссылка будет внизу, в описании под видео. Просто порой мы как будто забываем, что в нашей жизни все в наших руках. Это креветочка. Сверху рыбка красная. Давайте попробуем вместе. Обычно для креветок дают отдельный соус. Такой кисло-сладкий. Здесь не было. А даже без соуса очень вкусно. Единственное, что я не поняла в этом сайте. Зачем здесь лук? Зачем сверху в Филадельфии лук? Вообще-то мне не дошло. На фотографии я почему-то думала, что это картошка фри. Так мелко нарезанная. Оказывается, что это лук. Роллы с луком. Вообще невкусно. Смотрите, что. Правда, немножко привкус лука идет. Но знаете как? Когда заказываете, надо быть внимательнее. Когда заказываете, нужно все обязательно уточнять. У меня вот есть такая привычка. Порой я даже, когда онлайн заказы делаю, все подряд кидаю в корзину. Даже не смотрю. А потом, когда приходит, я думаю, бог мой, кто это заказывал? Где была моя голова, когда я это заказывала? Хорошенько и скупнем. Стоит мне только снять на мой азербайджанский ютуб-канал какой-то контент. В комментариях я вижу гневные комментарии. А для нас не снимаешь. Хотя с момента создания я сняла всего 4 или 5 роликов для азербайджанского ютуб-канала. В принципе, это не так много. То есть, все равно большую часть своих сил я вкладываю сюда. Но опять же, люди недовольны. Я помню, когда я по 3 видео в день снимала. И тогда тоже были недовольные люди. Люди меня обвиняли, что вот ты хочешь заработать, почему 3 видео в день? Я просто так поняла, что людям не угодить. Это нормально. С этим просто надо смириться. Я немножко не поняла, почему креветка так обернута, как будто в шубку. Я, кстати, еще сделала новые ноготочки. Наконец-то пришла моя косметика, которую я так ждала с сайта Colourpop. Я знала, что эта косметика идет долго, но не думала, что настолько. Я, получается, где-то 20 дней ждала. Хотя был у нас один раз случай, когда мы с Revolution. Нашу посылку с Revolution мы ждали 3 месяца, представляете? Но в конце концов, она все-таки до нас добралась в целости и сохранности. Все товары были на месте. Вот, но мы просто потеряли надежду, что она отойдет до нас и в конце доехала. Потихоньку погода становится лучше. С одной стороны, это радует, с другой стороны, не очень. Кто не в курсе, у нас прямо под домом есть ресторан с живой музыкой. И, к сожалению, при покупке квартиры мы это совершенно не учли, не обратили на это внимание. Но, оказывается, это просто огромный минус, с которым действительно тяжело жить человеку-блогеру, который снимает контент. Причем, знаете, на видео вам кажется, что это не так громко. То есть, в принципе, с этим можно жить. Но, когда вы находитесь внутри этой ситуации, вы понимаете, насколько это раздражает, прям бесит. Вот, вчера погода была хорошая. Уже они вовсе начали петь. В этом плане, хочешь, не хочешь, ты задумываешься о частном доме, и соседи тебе не мешают. И машину можно во дворе припарковать, и построить классный дом. Особенно, наверное, для такого человека, как я. Который, во-первых, не особо любит выходить из дома. Который работает из дома, снимая контент. Еще один момент, почему я все-таки притормозила покупку квартиры, это потому что 5 лет это очень большой срок. За эти 5 лет я могу поменять свое мнение, куда я дену потом эту квартиру, которая еще не достроилась. Вдруг я захочу дом или еще что-то. Поэтому я решила пока что не торопиться. У меня в голове у самой каша. Не знаю конкретно, чего я хочу. Летом хочется, конечно, жить в доме. Зимой дом все-таки это не то. Хочется квартиру. Поэтому по-хорошему лучше иметь и то, и другое. Если строить небольшой домик, квадратов где-то 200, это и обойдется не очень дорого. Два этажа. По 100 квадрат каждый. Чисто наверху спальни. На первом этаже там гостиная, кухня. Можно даже совмещенно. Можно гараж или еще что-то. В общем, идей много. Поэтому пока что не разобралась, что хочу. Буду смотреть параллельно варианты. А вы обязательно пишите в комментариях, интересно ли вам смотреть на варианты, между которыми я думаю. То есть, когда я иду смотреть какие-то квартиры, стоит ли вам это снимать? Я уже привыкла всем делиться с вами. И когда квартиру покупала, и когда машину, и когда виниры ставила, всегда с вами советовалась. И теперь мне пишут в комментариях, у тебя зубы, как из мультика. Ну погоди. Смешно читать, правда, такие комментарии. На этом, пожалуй, все. Не забывайте ставить лайки и подписываться. С вами была Айка. Пока!